Одновременно маску лицо и маску ноги. В итоге она подскользнулась там внутри, на этом носочке, и порвала его. И в общем, даже упала, по-моему. Цвет красивый вообще. На Т-зоне я сейчас чувствую легкую прохладу. Еще отдери ее попробую. Привет, мои хорошие! С вами Селена Суэй. Сегодня я хочу поделиться своими покупочками из Ашана, а в частности косметикой. Я купила некоторые бьюти-штучки, которые хочу вместе с вами сейчас протестить. Масочки всякие для волос, для лица. В общем, посмотрим, что я купила в Ашане. Та-дам! Я еще тут параллельненько пью кофе. Время на самом деле сейчас уже обед, но я все еще продолжаю пить кофе. Итак, я взяла очень много интересных масок. Мы сейчас с вами одну из них попробуем обязательно. Знаете, что меня удивило? Что в Ашане я увидела маски корейского происхождения. То есть не made in Китай или что-нибудь, made in China, да? А made in Korea. И я взяла сразу масочки эти. Хотя я заметила, что, наверное, если идти... Просто совсем недавно я была в корейском магазине, панда, по-моему, или что-то в горизонте. Я зашла к ним, а у них там 50% скидка. Я взяла 5 масок корейских за 175 рублей. И в других магазинах, в которых я брала корейскую косметику и, в частности, маски со скидками, они все равно получались дороже, чем в официальном магазине. Если посчитать, сколько стоит одна маска и умножить это на 5 штук, то получается, что в корейском магазине официальном я купила это дешевле. Итак, вот такие масочки я взяла. Одна с улиткой, другая с гиалуроновой кислотой. Стоят они по 62 рубля, по-моему. Ну вот умножьте. Ну, грубо говоря, 60 на 10. Это у нас 600 рублей, половина 300 рублей, да? 300 рублей стоит 5 вот таких масок. А я купила 5 за 175. Ну, здесь тоже Корея. Изготовитель Республика Корея. Вот. Но эти масочки, я думаю, они простые. Тканевая гиалуронка хорошая. Улитка. Это всегда советует мне мой косметолог и говорит, что самая лучшая улитка. У них там даже процедуры какие-то были улиточные. Говорят, что для омоложения, для увлажнения, типа улитка, это незаменимая вещь. Поэтому я когда вижу что-то с улиточкой, я сразу покупаю. То, что мы сейчас будем с вами пробовать, мне почему-то понравилась такая маска, которая снимается потом у нас. Пил-Офф называется. Ну, пил-Офф это когда снимается, она... Как? Тянется, короче. Она красно-зеленая. Она на разные зоны. То есть идет на Т-зону зеленая, вот здесь вот у нас. А на У-зону идет красная. Мульти-маска-пленка, зеленые водоросли плюс красные водоросли. Вот, в общем, там разные составы. Это мы потом почитаем. Буду делать это сейчас на своем лице. И также сделаю увлажнение для ног. Эта маска стоит 100 рублей, а эта маска для ног стоит 159 рублей. Увлажняющая маска для ног с маслами ши и мяты увлажняет кожу стоп и снимает усталость. Ну, я не скажу, что ноги прям мои там супер сильно устали. Целый день сегодня валялась кверху ногами. Ну, точнее, сижу. И в основном я сижу за компьютером, потому что ноги внизу, и тоже, наверное, им нужно питание и покой. Но, что я заметила, что немножечко кожа такая на ногах огрубела. У меня вообще нет таких особых натоптышей, мозолей, чтобы там что-то делать серьезное. Но увлажнить прям, я чувствую, не мешало бы. Поэтому ножки мы увлажним. И я покажу, как здесь есть носочками. В общем, что мы будем делать одновременно маску лицо и маску ноги. Еще взяла вот такую интересную масочку тоже. Она стоит 169 рублей. Самая дорогая маска. Это маска для лица двухфазная с экстрактом птичьего гнезда. Мне понравилось такое название. Думаю, что с экстрактом птичьего гнезда. Это очень интересно. Что полезного в птичьем гнезде есть для моего лица. Но здесь, как всегда, не буду просто читать. Все то же самое во всех масках. Увлажняет, питает вещества, микроэлементы, которые стимулируют. Кожу лица, регенерируют клетки, лифтинг эффект, восстановление эпидермиса. В общем, ну супер маска, можно сказать. Я ее попробую как-нибудь в прямом эфире. Поэтому не пропустите прямой эфир. Кстати, совсем скоро у меня включится под видео кнопочка спонсорства. Спонсорская кнопка. И можно будет стать спонсором моего канала. Там есть разные уровни спонсорства. В общем, для тех, кто любит мой канал, любит мое творчество и хочет поддержать мой канал, такая возможность будет. И всем моим спонсорам, которые поддерживают мой канал, будут дополнительные условия. Это, например, прямые эфиры, которые я буду проводить только со своими спонсорами. Значки индивидуальные, эмоджи и индивидуальные всякие смайлики. Также видео по запросам. И всякие эксклюзивные видео, которые будут доступны только моим спонсорам. Поэтому обязательно присоединяйтесь к моему каналу. Я буду рада любой поддержке. Так, еще в Ашане я купила крем для депиляции, деликатный, для удаления волос на лице. Мы можем как-нибудь попробовать с вами депиляцию удалить вот усики, да. Но это тоже, не знаю, в отдельном видео или в прямом эфире я посмотрю потом. Защищает от пересушивания, способствует регенерации кожи, щечки, верхняя губа, подбородок. Что хотите, то и делать. Можно все лицо вот так намазать и потом смыть. Вот так вот. Но самое интересное, что я купила, это вельвет. Вот такой лосьон 5 в 1. Если кто-то его брал уже и знает отзывы, это лосьон после удаления волос. И что в нем хорошего, это то, что он замедляет рост волос. И это единственное средство, которое было там в Ашане. Замедляет рост волос, снимает раздражение, защищает от врастания волос. Это вообще проблема, когда выдираешь волосы. Регенерирует клетки кожи, продлевает эффект депиляции. Вот на самом деле всегда хочется продлить эффект депиляции. Вообще, где-то когда-то я слышала, что есть какое-то средство, что после депиляции ты его наносишь и волосы там просто вообще не растут. А если растут, то как после лазерной эпиляции. Кто-то мне давно рассказывал, не помню, как это средство называется, но какое-то средство такое есть. Но не все о нем знают, оно чуть ли там, может, народное какое-то. То есть оно не специально для замедления. Оно для чего-то другого, но оно прекрасно замедляет рост. Если кто-то о таком средстве слышал, пожалуйста, расскажите мне, напишите в комментариях. Но пока я купила такой спрей, в принципе, он такой 5 в 1, универсальный. Я думаю, что после любой эпиляции, депиляции, не только после вот кремовой, но и воском, и шугаринга, можно использовать и надеюсь, что он действительно будет продлевать эффект депиляции. Давайте понюхаем, как пахнет. Ой, очень приятный аромат, это круто, запахи мои всего. Вот такой лосьон стоит 106 рублей, а вот такой вот крем стоит 32 рубля. Всего-то. Еще я купила вот такой спрей, которым можно обрабатывать руки. То есть просто мы вот так вот тынь-тынь-тынь, тынь-тынь-тынь. На спирту. Ой, пахнет медицинским прям чем-то. Он стоил там совершенно недорого, ну как недорого, 167 рублей. Вот, но медицинский такой прям, дезинфекция рук и небольших поверхностей. И, кстати, запах такой напоминает, что когда я училась на мастера по наращиванию ногтям и маникюру, мы вот, кстати, обрабатывали все вот таким вот каким-то спреем. И поверхность нашу, и руки, и себе, и клиенту, и пилочку там, и это. В общем, это хорошая такая вещь, я думаю, ну пахнет прям вот спиртом таким прям, я думаю, что работает. Еще я увидела вот такой вот интересный спрей. Что меня заинтересовало, это то, что он сделан в Японии. Производитель Таиланд. По лицензии Lai On Corporation Tokyo, Япония. Меня это привлекло. Далее, когда я увидела, такая интересная штучка стоит, классно. Далее я нюхаю, всегда открываю вот так вот все эти бутылечки наши. Запах мне понравился, он такой сладко-свежий аромат, то есть прям супер-пупер. Далее, здесь у нас есть зажим вот такой, когда, знаете, откуда-то там мы, допустим, вот так раз, закрылся. Вот так вот раз, он закрыт. То есть можно бросить в сумку, это очень удобно, чтобы он не нажимался. А когда нам нужно открыть, мы просто поворачиваем и... И вот он работает. Ну что, а теперь приступим к нашим маскам. Итак, первая увлажняющая маска для ног, давайте мы ее сделаем. Для начала нам нужно пойти сполоснуть ножки, они должны быть сухие и чистые. Мы открываем нашу маску, достаем. Ой, пахнет мятой. Такие плотненькие. А, это фиксаторы. Это фиксаторы, чтобы потом зафиксировать. Достаем. Вот так выглядит. Ой, там как будто вообще целое море... Там как будто целое море пропитано все. Здесь идет, смотрите, внутри еще какая-то вот подкладка, которую нам нужно открыть. И уже внутри идет куча всего. В общем, просовываем ножку нашу. Теперь помассируем, чтобы все распределилось. Все прикольно так вообще. Теперь берем и вот так фиксируем. Опа. Ой. Опа. Все, ножка одна готова. Вторая готова. Сразу хочу вас предупредить и предостеречь. Вот сейчас я пошла за зеркалом, потому что я его забыла. Но в этих носочках лучше не ходить. Однажды я приехала в гости к моей рубашке. Она сделала такие... И начала бегать по дому делать свои дела. В итоге она подскользнулась там внутри, на этом носочке. И порвала его. И, в общем, даже упала, по-моему. Или чуть не упала. Но, в общем, это опасное дело. И в них лучше не ходить, а положить ножки. И пусть они лежат. Так, теперь мы с вами начнем делать масочку. Первое, что мы нанесем, это, наверное, на Т-зону. Да, давайте вот сюда нанесем. Давайте прочитаем инструкцию вообще сначала. В общем, здесь все просто. Мы открываем сначала зеленую нашу маску. И наносим все на Т-зону, избегая область вокруг бровей. Так как можем содрать, как эпиляция, я думаю. И избегая область вокруг глаз. Слушайте, какой красивый цвет. Смотри. Написано, что тонким слоем надо наносить. О, цвет красивый вообще. Прям вообще. Так, а-а-а-а! Так, на нос теперь все. Я реально не наношу много, потому что написано не наносить много. Еще нужно дождаться полного высыхания. Цвет красивый, нереально вообще. Не взяла салфетки, ни хрена, как всегда, блин, пальцы грязные. На Т-зоне я сейчас чувствую легкую прохладу. И красный тоже, он такой красно-оранжевый. Я люблю красивые маски. Так, ну что? У нас красный, яркий такой получился. Ой, у меня прям, знаете, как будто с перцем оно. Все в этой маске кругом. Так, все, засекаю время. Вот, смотрите, какая она получилась. Красивая масочка. Нанесла ее на У-зону. Это у нас У-зона обошла вокруг глазиков, вокруг губочек. И вот зеленая она Т-зоне. Итак, ножки у нас сейчас отдыхают. Сначала мы снимем с вами маску, а потом уже ножки. Маску снимем через 15 минут, а ножки через 30. В общем, вернусь, когда уже все подсохнет. Будем ждать, пока все подсохнет. Ощущения приятные. Аромат мяты и ментола. Легкий холодок на лице. В общем, посмотрим, как она будет сниматься. Кстати, девочки, вот такую масочку можно взять на двоих с подружкой. Если вы вдруг собираетесь делать масочку, и с вами подружка или мама дома, то можно на двоих использовать, потому что там еще осталось. Я так понимаю, что ее неудобно будет, наверное, использовать дважды. Хотя, если вот она сейчас подсохнет, то, что видите, повылазило здесь. Подсохнет и как бы запечатает, кончит. Может быть, и можно будет второй раз использовать. Потому что там осталось еще реально на целую вот такую маску. Жалко выкидывать. Так что классно, если с кем-то использовать вдвоем. Прошло ровно 15 минут. У меня все застыло. Вот что, я тут еще легковато. А так вообще все застыло. Все стянуло. Мне уже страшно, если честно. Даже все это снимали. Ощущение такое, что у меня все тянет. Лицо тянет, здесь тянет, волосы тянут. А на ногах, кстати, ощущение, что они анимели. Представляете? Не знаю, почему. Медленно снимайте маски снизу вверх, начиная с маски у зоны на подбородке. Еще отдери ее, попробую. Ну, вроде взялась. Ощущение, конечно, что я снимаю эпиляцию. Аккуратно. Депиляцию. Так, снизу. Вроде неплохо снимаю. Терпимо. У кого волосы на лице, тем будет боль. Ой, девоньки. Ой, свобода. Теперь Т-зону. Еще там написано, что если вдруг что-то не снялось, остались остатки, то оно должно все убраться влажной салфеткой или водичкой. Давайте попробуем влажной салфеточкой чуть-чуть убрать. Ой, быстро убирается все. Ну, еще легко. Все, чисто. Остались легкие покраснения, как вы видите, да. Я вижу это сильнее на Т-зоне. Вот здесь вот. Ну, кожа вроде бы достаточно мягенькая. Короче, мне маска понравилась. Подобремся. Не, не намажу лицо кремом, а я люблю такую корейскую штучку. Я ей напшикаю лицо сейчас. Она тоже хорошо увлажняет и прям освежает. О, хорошо как. Прям кайф. После этой маски прям что-то такое классное еще на лоб. Так, если честно, ноги мне уже хочется снять побыстрее. 20 минут прошло. Ощущение такое на ногах уже мне изрядно поднадоело, честно говоря. Там написано 20-30 минут, но я думаю, надо снимать уже. Ах, хорошо-ка, господи. Сразу свобода чувствуется. Ой, увлажненные мои ножки, мягенькие. Хорошие. Слушайте, правда, очень хорошо увлажнились пяточки. То, что мне нужно было. Вот. Ну, в общем, что можно сказать по всем этим делам? Я на самом деле довольна маской. Мне понравился эффект, да. У меня сейчас кожа мягенькая. Мне понравилось, что не так сильно и больно оно все снималось, как казалось бы, как мне вначале показалось. И я люблю яркие, красивые маски. Мне очень понравилось этой маской пользоваться. Что касается лица. Что касается ножек. То я вам уже сказала, что пока я ходила, да, ножка как будто в парнике каком-то находится, не дышит. И ощущения, не знаю, тоже какие-то мятные. Вот сейчас вытащили ножки, как будто тоже, знаете, ментол такой вот, какая-то свежесть. И ощущение, что как будто они мели. Вот мне прям уже 20 минут с головой, 30 я даже не выдержала. Мне неприятно уже. Вот. Ну, вытащила сейчас. И действительно, ножки увлажненные такие прям вообще классные. И прям дышат. И опять же, легкая, легкий ментол, легкая свежесть. В принципе, я довольна. Рекомендую вам попробовать обязательно. Ну, а если вы чем-то пользовались из того, что я вам показала, и готовы оставить свой отзыв об этом, я жду ваши отзывы в комментариях. Ну, а я с вами прощаюсь. Если понравилось мое видео, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. И увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok